Автопробег «Путь независимости» – это еще один способ вспомнить о подвиге наших предков, которые ровно 80 лет назад отдали все силы, чтобы освободить нашу Родину от фашистов. Инициативу Координационного совета политических партий общественных объединений Брестского госполкома поддержали представители администрации общественных объединений города, руководители учреждений образования, молодежь и целые брестские семьи. Брестская крепость сегодня – это то место, которое свято, и место памяти, оно главное для всех. И очень символично, что сегодня наш автопробег «Путь независимости» начинается именно с этого места. Это очень большая ответственность. В автопробеге принимают участие представители общественных организаций, объединений, политических партий, профсоюзы и, конечно же, молодежь. Очень важно, что сегодня, в этот день независимости, мы вместе и мы едины. Нас объединяют общие цели, общее стремление, историческая память и историческое прошлое. Лично для меня участие в автопробеге – это эмоции радости, гордости за свою независимую Беларусь. Наш дедушка Быков, Бык Николай Никифорович, участник Великой Отечественной войны. Он победитель. И я, и как моя семья, этим очень гордимся. И в дань его победы мы здесь. Моя мама сочинила в честь моего прадедушки стих. С войны прошел уже не первый год, а как вчера, живые воспоминания. Не изменить истории, то и ход. Остались в прошлом муки и страдания. Я четко помню все до мелочей. Свист пуль, взрыв вражеской гранаты, Гул самолетов и немецкий звук речей. То там, то тут был слышен выстрел автоматов. Желаю всем, чтобы всегда помнили о своих родственниках, которые воевали в Великой Отечественной войне. Колонна начала формироваться на стоянке у главного входа в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Ее возглавили ретро-автомобили. Колонна двинулась по улице Зубачево, Варшавскому шоссе, улице Октябрьской революции, проспекту Республики, улице Московской, проспекту Машерова, улице Млениной, Героев обороны Брестской крепости. 80 лет – это становление нашего государства. которое в данный момент имеет очень хорошие позиции. Расцвета, силы, энергии, позитива. Мне нравится, что молодые люди поддерживают полностью политику нашего государства. И мы видим, что историческая правда, она находит место именно в Беларуси. И другие страны, глядя на нас, понимают, что Беларусь – это крепкий, стойкий человек, который во всем мире желает только мира нашему народу. Хочется пожелать всем самое главное – мирного неба над головой, всем крепкого-крепкого здоровья и благополучия в семьях. 80 лет мира, счастья, тишины и спокойствия. А пожелать хочу, чтобы люди берегли это состояние свободы, счастья и любви. В этот праздник хочется пожелать, наверное, чтобы всегда было такое же мирное небо над головой, чтобы события, все печальные, которые были, никогда не повторялись. И хочется, чтобы люди помнили об этом всегда, и молодое поколение об этом училось на этом, и не забывали историю нашей страны, и историю освобождения Беларуси, независимости. Масштабный автопробег «Путь независимости» завершился на гарнизонном кладбище. Минутой молчания собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны, после чего возложили венки и цветы к центральному памятнику. Ведь именно их подвиг, от тех, кто погиб во имя нашей страны, стал началом независимости Беларуси. Те решения, которые мы, тот путь, которым мы идем вместе с вами, те решения, которые мы принимаем, те, в общем-то, решения, которые направлены на развитие белорусского государства, те решения, которые действуют не в интересах какого-то чужого дяди, а в интересах нашего белорусского народа, белорусской государственности. Вот это, наверное, и есть независимость и суверенитет. То, что мы делаем, и то, что идет нам на пользу, наше развитие. Совсем недавно президент сказал такие замечательные слова, что наша политика направлена на созидание, а не на разрушение. И это, наверное, ключевой вопрос нашего университета. Мы созидаем, мы с самого начала нашей зависимости созидаем и достигли определенных положительных результатов. А что-то разрушать – это не наш принцип. Независимость – это то, о чем мечтает каждый человек. Это наша историческая память, это наше мирное небо над головой, это счастливое детство малышей, это счастливая старость наших дедушек и бабушек. И что хотелось бы сказать, что мы гордимся своей страной, мы гордимся своей независимостью. Сегодня независимость – это то, что нам подарили наши предки, деды, прадеды. Это мирное небо, чистое небо над нашей головой. И в этот праздник мы приходим к памятным местам, а в Бресте у нас их много, чтобы почтить память тех героев, которые отдавали свою жизнь, свои все силы, для того, чтобы мы сейчас жили, развивались и наше государство процветало. В наше неспокойное время как никогда важно чтить память героев нашей страны, ведь мы живем под ясным небом, которое берегают трудолюбивые и миролюбивые белорусы, которым не безразлична судьба своей страны. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.